Ивашкевич едет с подругой отцом отдыхать в Алушту. В дороге предпочитает читать книги или общаться с родными. Но эта поездка оказалась для нее приятной неожиданностью. Как только заработал электронный экскурсовод, девушка с удовольствием слушала рассказы о достопримечательностях Крыма. Это довольно интересно, потому что, к примеру, там подружка может сильно устать, может заснуть, так же, как и папа. И можно будет хоть что-нибудь послушать. Троллейбусы с аудиогидом в Алушту и Ялту официально вышли на маршрут. Подарок крымскому троллейбусу приурочен к 60-летию маршрута. Благодаря плавному ходу и большим панорамным окнам пассажиры могут насладиться всей красотой крымской природы. Аудиогид подключен к спутниковой системе ГЛОНАСС. За 2,5 часа пассажиры смогут прослушать 38 аудиоэкскурсий, которые включаются автоматически и соответствуют проезжаемому участку. Программу установили во всех 40 троллейбусах на маршрутах. Так как это пробная пока история, мы хотим послушать, что нам скажут наши пассажиры. Понравится им это, не понравится. Ведь в троллейбусах ездят и местные жители. Конечно, каждый день слушать ее по 5 раз тоже не хотелось бы. Поэтому мы взяли и привязали к определенному времени, к 11.01 утра и к 17.47 вечера. Текст составляли опытные крымские экскурсоводы. Если будет пользоваться спросом данный вид перевозок, соответственно, в дальнейшем мы планируем распространять это в том числе на автобусные перевозки дальнего следования. То есть по республике Крым, такие как у нас, допустим, Ялта-Керчь, Ялта-Джанкой. По таким направлениям даже пускай это раздольная Ялта. Симферополь-Алушта-Ялта – самый длинный горный троллейбусный маршрут в мире. Его протяженность 85 километров. Представьте себе, в 60-х годах прошлого века была запущена самая длинная линия, самого экологичного транспорта, который остается одним из самых экологичных по сей день. И здорово, что это было сделано в Крыму. И хочется поздравить и Крымтроллейбус, и всех, кто здесь работает. И, безусловно, наших гостей, которым мы надеемся, будет значительно интереснее теперь путешествовать так вот неторопливо, а раздумчиво. В планах Министерства курортов и туризма Крыма разработать мобильное приложение, которое позволит синхронизироваться с теми достопримечательностями, мимо которых будут проезжать туристы. Это касается как железнодорожного, так и водного транспорта. Приложение планируют запустить в следующем году. Севелия Миметова, Артур Чалый, телеканал Милет.